Что происходит? Что даже самый сильный мужчина, а я вот вообще не слабенький, через твою броню пробиться вообще нереально. Ты всегда испытываешь то чувство внутри себя, которое ты даешь другим людям. То есть если ты не испытываешь любви, это говорит только об одном, что ты не даешь этого чувства другим людям. Вот если ты будешь делать то, что я тебе говорю, ты изменишься прямо за секунду. И это твой выбор. А? Что? Ну, говори микрофон. Не бойся, все нормально. Голос пропал. Понимаю. Понимаю. Это нормально. Я же говорил, что ни одна женщина не уйдет недовольной. Как тебя зовут? Вика. Вика, вот одна из штук, которая... Ты же ничего плохого мне не хочешь сказать. Правда, Вика? Нет, ничего. Но подумай, как мешает тебе проявление, что что бы ты ни говорил, это воспринимается как претензия автоматически. Есть такое. А? Да. А? Правда? Правда. Хреново же с этим. Хреново. А в чем, почему хреново? А тяжело в отношениях с людьми? Тяжело, да. Любви мало. То есть, любви не чувствуешь. Ты думаешь, я для них все, а не для меня ничего. Но ты это что думаешь, Вика, да? Ты же думаешь, что свой способ проявления любви это то, что ты делаешь для них все. Да. Да. Они не отвечают любовью на это. Во-первых, а, они не делают все для тебя. Б, ты хотела быть чувством, они это не делают. Я заставляю. А, ну, конечно. Да. Это не то, что ты хочешь. Нет. Да, правильно? Правда. И это не то, что ты чувствуешь. Почему? Потому что для тебя любить, и потому что для тебя любовь, и тебе так научили. Расслабься. Не волнуйся. Ни одной женщине со мной еще не было плохо. Ну, я не знаю, но я стараюсь вести обратную связь. Да. А? Что-что? Индекс НПС, конечно. Вы знаете, что такая в интернете ходит штука, что Петр Осипов после секса просит женщину похлопать так, как ей понравилось? Сейчас, реально, я смеялся. Потому что недалеко от правды. Ладно. Я шучу, я шучу, чтобы вы расслаблялись. Потому что ничего серьезного не происходит. Точнее, я говорю, что я это делаю, чтобы вы расслаблялись. Просто мне нравится так себя вести. Вот это единственная причина. Никакого смысла в этом нет, в принципе. Без смысла будет. Смотри, что происходит. С детства. И ты в этом не виноват. И родители в этом тоже не виноваты. Начали. Виноваты, виноваты. А? Виноваты. Нет, ты тут же хрень со своими детьми творишь, не волнуйся. У меня один ребенок. А, один ребенок. Ну, хорошо, но с ним. Тем более, весь удар на него пришелся. Не просто ему. Потому что половину жизни ты пытаешься сделать лучшее для своих детей. Все, что ты можешь сделать для них. Самое лучшее. Вторую половину жизни они отрабатывают. Это все у психологов, психотерапевтов. И родители не виноваты. Ты же не хотела причинить своему ребенку. Ты же не хочешь ему плохо сделать. Нет. Но получается так. Иногда ты причиняешь боль. Даже если несмотря на то, что ты это хочешь. Если посмотреть то, что ты делаешь, то ты не имеешь в виду ничего плохого. Нет. Нет, не имеешь. Но это... А родители твои хотели тебе причинить боль? Не знаю. Хотели? А как ты думаешь? Ты как родитель. Вот ты скажи. Вот у тебя есть намерение? Так, мудак. Я тебя сейчас... Ну, понятно. Я тебе разрушу жизнь. А у них есть или нет? У них были или нет? Думаю, что они не осознаны. А ты? Ну, видимо, я. То же самое, понимаешь? То есть... Ну, я меньше сделала. Это так кажется. Почему? Ну, кажется так. Ну, кажется. Потому что... Ну, и даже если это так, это хорошо. Но это не значит... Смотри, что я хочу тебе сказать. Это не важно. Не важно что? Не важно, меньше или больше. Не важно. Потому что, когда меньше, ты говоришь, я хороший, а не плохие. Я сказала, я чуть-чуть лучше. А? Я чуть-чуть лучше. Чуть лучше, это значит, что они чуть хуже. Значит, что ты лучше, а не хуже. Ну, немного, да. На самом деле. Да. А это значит, что ты делишь людей на хороших и плохих. Да. Да. И что, не надо этим гордиться. Смотри, я хочу тебе объяснить механику, которая происходит. Ты открыта? Готова? Да. Смотри, первая штука, которую я тебе научу, чтобы тебя сразу расслабило. Когда с мужчиной разговариваешь, особенно с сильным мужчиной. Вот так вот делай, короче. Попробуй. Мне очень приятно будет. Давай. Ты чем? Ты же мне доверяешь? Ты доверяешь, что я специалист? Не знаю. Да или нет? Надо разобраться. Ну, а как ты разберешься? В процессе общения, наверное, так. Ну, ты вот хочешь... Ты же задала вопрос про то, как плевать в портал. Задала. Помнишь, Вик? Да. Вот так, как... Вик, Вик... Я не проплевала. Вик, 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 Вик... Вик, про портал задавала вопрос, да? Да, да. Вот смотри. Как его увидеть? Вот смотри. Вот это он. Хорошо. И ты прямо сейчас в него плюешь. Потому что... Потому что не делаю вот так. Не-не-не, да, в том числе. А знаешь, почему? Я тебе скажу, что я чувствую сейчас. Что? Я чувствую, что тебе непросто сейчас, что у тебя непростая такая стрессовая достаточно ситуация сейчас. И ты обращаешься к тому, что ты уже умеешь. Да, верно. Да-да-да. У меня недавно такая штука, я сейчас цигун каждое утро делаю. Ну, просто взял привычку, потому что решил... Ну, я понял, что одно из моих качеств — это постоянная перемена всего. Ну, это я, да? Я постоянно смешиваю карты. Это вот в эмоциях, когда я с вами разговариваю, это прекрасно. Но в жизни классно, когда у тебя есть качество постоянства, когда у тебя есть стабильность, мне ее очень сильно не хватает. Я решил, что я буду делать практику каждый день. Цигун. И я вот с утра встал один раз. Ну, вот позавчера это было. Простая жизненная история. Я, так как я делаю ее каждый день, ее надо делать где-то час, то я дальше... Ты встаешь и думаешь, о, ну, не хочется ее делать, всегда не хочется делать то, что надо, и ты на вечер ее откладываешь. Потом ты понимаешь, что так как ты откладываешься на вечер, ты весь день страдаешь от того, что ты не делаешь и надо делать впереди. И через несколько дней ты все равно начинаешь делать с утра. Ну, чтобы вот сделать уже правильно и уже не париться. И кайф от этого чувствуешь. И потом ты делаешь это с другими людьми, чтобы вот точно не сливаться, чтобы вот точно начать. И в итоге я стал делать каждое утро в 7, ну, вот в 6.30, в 6, в 6.30, в 7 утра каждое утро я делаю цигун. И вот, а после цигуна у меня тренировки. Ну, в Инстаграме не следишь за мной, мы там танцуем, последи, очень прикольно. Вот. И я с утра просыпаюсь и думаю, отдыхать же надо, тело устанавливаться надо, правильно? Вообще, понимаешь, да? И я постою и думаю, что-то сегодня не хочется идти на цигун. Я думаю, что-то вот вообще надо восстановиться. И на тренировках сегодня не хочется. Как-то вот надо тело, чтобы отдохнуло. Вообще цигун сам дома поделал сегодня. Днем. И вот я лежу, проснулся. А цигун столько для меня сделал. Вообще этот цигун. Вплоть до того, что я начал ложиться спать. Вот, типа, вот для меня нормально стало. Последние две недели ложиться там. В 9 вечера я ложусь уже. К 10 я засыпаю. И я потрясающе встаю с утра. Я, при том, что я всю жизнь вот эта вот сова, да, которую говорят, типа совы. Я понимаю, да. И я вот вдруг, у меня режим, я сплю, я восстанавливаюсь. Я вот в этот момент в кровати лежу и думаю, следующую мысль про себя. Я думаю, блин, Петь, давай по чесноку поговорим. Вот то, где ты хочешь остаться, ты там уже был. Ты уже знаешь эту территорию. Тебе легко очень туда вернуться. А вот туда, куда ты сейчас не едешь, куда ты сказал, что ты год это будешь делать, вот это для тебя реально новое. И давай уж ты вставай и иди. Потому что вот в эту игру ты уже играл всю жизнь. То же самое с тобой. Да, мне вообще не проблема. Я вот Лену посадил, и у нее идет активная работа. Да и у тебя то же самое. Когда мы попадаем в стрессовую ситуацию, у нас захлопывается кокон. И мы начинаем не доверять даже тем, кому сердце твое мне доверяет. Вот что, я не с твоим... Твоё сердце, сердцу твоему я нравлюсь. Но твой кокон, вот этот мозг, да, он как бы чувствует безопасность. И в безопасности он охраняет. Сразу начинает ракушка захлопываться. И что происходит? Что даже самый сильный мужчина, а я вот вообще не слабенький, через твою броню пробиться вообще нереально. Они давят на меня тогда. Так, милая моя. Так а почему они это делают? Потому что... Вот я на тебя давлю или нет? Сейчас. Как тебе кажется? Ну, немного. Ну как? Ну давлю или нет? Ну хочешь, я тебя посажу? Это твой выбор. Нет. Я тебя спрашиваю. Вот я на тебя не давлю... Хотя я могу это делать. Понимаешь? Милая моя. Сильного давления я не чувствую. Слушай, слушай меня сейчас вместо того, чтобы говорить. Говорить ты уже умеешь. Ты понимаешь прекрасно, что вообще что-либо донести до тебя по-другому – это просто невозможно. То есть даже самые сильные мужчины просто чувствуют тотальное бессилие рядом. Вот я сейчас чувствую. Что я чувствую? Я чувствую, что для тебя это важно. А. Потому что ты не сел. Я чувствую, что ты хочешь. Но я чувствую, что ты не понимаешь, что делать. И в ситуации, когда тебе страшно не понимаешь делать, ты выбираешь сохранить свою правоту и закрыться в раковинке вместо того, чтобы довериться. Потому что доверять – это опасно. У тебя не получается. Но почему у тебя не получается? А я считаю, что у тебя получается. И более того, ты можешь это делать. Более того, ты можешь это делать прямо здесь и сейчас. Вот вообще ничего не мешает. Но вся штука, вот знаешь, вот есть та жизнь, в которой ты живешь, и есть то, что тебе не нравится. Есть та жизнь, в которой ты хочешь жить. И вот то, что тебя отделяет от этого, знаешь что? Вот делать вот так. Знаешь почему? Потому что это значит впервые довериться другому человеку. Это не значит, что из-за этого у тебя все изменится. Хотя из-за этого тоже будет хорошо. Но это значит, что ты будешь способен в жизни слушать того, кому ты выбираешь довериться. Довериться не значит, что доверяться надо всем. Но когда надо, надо уметь это делать. Если вы пришли к тренеру, вам надо уметь доверяться. Ты не можешь доверять даже тренеру. Тебе кажется, что ты умеешь делать, но это не так. И ты говоришь, они на меня давят. Милая моя, на что ты можешь повлиять? Кто ответственен за твою жизнь? Это тебе мужики такие попадаются, ты думаешь? Да? Серьезно? Или ты так себя проявляешь, что ты создаешь это в своей жизни? Ну, конечно ты. Конечно ты. Потому что по-другому с тобой просто невозможно. И это не значит, что ты плохая. Это значит, что ты умеешь так. И это дает свой плюс. Это сделало тебя сильной. Ты умеешь делать много крутых штук. Но у тебя как раз сложился вот этот тот кокон, который не пускает тебя. А потребность-то в любви есть? Есть. Но для тебя любовь это действие. А рядом люди с тобой. А для людей это нифига не действие любовь. А что? Чувства. Когда тебя слышат. Когда тебя понимают. Когда просят, делают вот так. Понимаешь? Эмпатия. Я тоже понимаю, что я очень долго думал. Я раньше был очень жестким парнем. Это можно по видео проследить просто. Как я разбору делал пять лет назад. Мне пофиг было на то, что человек чувствует. Я говорю, тебе вот это надо делать, мне плевать. И результат тоже был, конечно. Но я понял, что я думал, что самое главное это то действие, которым я их научу. Что они делать должны. Что я делаю для них, и этого достаточно. Но для людей не это нужно. Вот ты что думаешь, что мужчине от женщины нужно действие, которое она совершает по отношению к нему? Серьезно? А знаешь, что нужно? Мужчине. Знаешь, что мужчине нужно? Чтобы его понимали. Чтобы его любили. Чтобы ему доверяли. Понимаешь? Когда ты не доверяешь мужчине. Знаешь, что с ним происходит? Ты ему вводишь инъекцию бессилия. Он вот так обмикает и опадает просто. Каждый день. Каждый раз. Каждый раз. И что возникает? Ты же любви хочешь. А ты всегда, вот послушай внимательно меня. Ты всегда испытываешь то чувство внутри себя, которое ты даешь другим людям. То есть если ты не испытываешь любви, это говорит только об одном. Только об одном. Ты не даешь этого чувства другим людям. И я тебе говорю, что прямо сейчас я чувствую себя как? Я чувствую, что ты мне не доверяешь. Я чувствую, что тебе плевать. Я чувствую, что тебе закрыто. Более того, ты можешь выбрать это сделать. И измениться вот за секунду. Вот если ты будешь делать то, что я тебе говорю, ты изменишься прямо за секунду. И это твой выбор. Нет ничего. Вот вся жизнь как-то шла она. Вот изменить это в секунду можно. Но это твой выбор должен быть. Надо попробовать. А знаешь, что ты боишься потерять? Маску. Ну типа, что ты будешь выглядеть нелепо, как-то глупо. Представляешь, как глупо, что вот они все смотрят. Очевидно просто то, как ты тупишь в своем стремлении, вот этой закрытости сохранить свою маску. Всем все видно со стороны, вот вообще, и близким видно. И несмотря на это, для тебя важнее сохранить маску, это как, знаешь, помнишь, король в короне, но голый. Это вот то же самое. А может быть выбрать, попробовать по-другому? Как тебе кажется? Ну? Видимо нужно попробовать. Попробуем, прямо сейчас попробуешь? Давайте. Давай, улыбнись мне. Улыбнулась? Хорошо, теперь когда я с тобой разговариваю, делай вот так. Попробуй. То есть изобрази, изобрази хотя бы, что тебе интересно. Смотри, проблема-то в чем? Да, похлопаем, она молодец, она выбирает. Изобрази хотя бы, что для тебя важно то, что я тебе говорю. Потому что тебе же внутри-то важно, что я тебя вкладываю сейчас. Но показываешь, но демонстрируешь ты полную, тотальную суку по отношению ко мне, которой на меня просто насрать. Я не говорю, что ты хочешь это сказать. Это то, что я чувствую. Я никогда не хочу что-то плохое. Но показывай, да. Смотри, милая моя, да я тебе о том и говорю. Что имеешь в виду, ты одно внутри себя. Но важно не то, что ты имеешь в виду, а то, что чувствуют люди, когда я это понимаю. И поэтому я тебя раскапываю. Поэтому я тебе это говорю. Важно не то, что ты имеешь в виду. Важно не то, что внутри тебя на самом деле. А важно то, что чувствует человек, когда ты делаешь это с ним. А? Что? Ну, говори микрофон. Не бойся, все нормально. Ну? Не получалось. И ладно. И хорошо. Голос пропал. Понимаю. Понимаю. Это нормально. Я же говорил, что ни одна женщина не уйдет недовольной. Смотри. Первое, что тебе надо сделать, вот первое, прямо сейчас. Хочешь поменяться? Хочешь измениться, да или нет? Все супер, смотри. Очень просто. Первое, что надо сделать внутри себя. Вы же думаете, что вы типа такой человек. У меня такие привычки. Я всю жизнь такой была. Я больше не смогу быть другой. Да или нет? Хрень эта собачья. Вот полная хрень. Вы завышаете значимость, значимость вот этого всего. Вам кажется, что это очень сложно изменить? Это легко изменить? Важно просто понять, что важно не то, что ты имеешь в виду, а важно, что чувствуют люди рядом с тобой, когда ты это делаешь. И я, как мужчина, я хочу чувствовать. Ты обещал, что будешь тренироваться. Так делай вид, что тебе важно. Делай вид. Смотри. И сначала, сначала это будет похоже, как будто у тебя маска сдирается просто. Это будет выглядеть глупо. Это будет выглядеть тупо. Но я гинеколог. Вы меня ничем не удивите. Я все видел. И в этом смысле, когда вы пришли тренироваться, смотрите, в жизни это бывает дело тяжело. Но когда вы пришли тренироваться к тренеру, вы не удивите его. И вам надо выбрать рисковать эмоционально в момент тренировки и в момент проработки. Потому что если вы это с тренером не сделаете, то в жизни вы этого вообще не сделаете. Для этого создано пространство для изменений. И вам кажется, что вы выглядите очень тупо, когда вы это делаете. Это так и есть. Но... Смешно, кажется. Смешно. Так и есть. Потому что это нелепо, это смешно. Но это нелепость. Умение переигрывать. Это единственный способ для того, чтобы перейти из точки А в точку Б. Вот нету другого. Когда я на заре карьеры обучал людей публичным выступлением. Депутатов всяких там. Недолго я этим занимался. Как научить человека естественно жестикулировать? Ты можешь его только заставить делать. Гипертрофированные, сильные, большие жесты, выделяя каждое слово, которое он говорит. Потому что если человек... Я называю это театр плохого актера. Когда человек научился вот так жестикулировать, и вот он стал в группе вот так жестикулировать, то потом у него что случается? У него бац, и жесты становятся естественными на второй фазе. То есть ты не можешь научиться сразу естественной новой привычке. Ближе. Все привыкли к определенному поведению. Ну выбери. Тебе важнее то, что все они привыкли к твоей жизни. Вот и все. И если ты привыкла, то вам надо понять, что самая большая ценность — это способность быть нелепым. И мы любим людей, которые держат маску, которые умеют быть слабыми. Мужчина, который может признат свою слабость — это сильный мужчина или слабый? Женщина, которая умеет быть слабой — это сильная женщина или слабая? Наверное, это истинно сильная женщина. А женщина, которая находится в плену своего поведения, что она не может быть слабой, это на самом деле внутри слабая женщина, которая боится, а ты сильная женщина, поэтому ты должна быть слабой. Поэтому, когда я тебе говорю, я хочу видеть то, что ты чувствуешь на самом деле. Я хочу, чтобы твое лицо подсказывало, что ты сейчас получаешь удовольствие от того, что происходит. Это очень важно в процессе между мужчиной и женщиной, чтобы женщина показывала удовольствие. Потому что, если это не так, мужчина не понимает, что он делает не так. Не будь там, просто кивай. И внутри, внутри смотри на меня, вот доверяешь мне, да? Внутри смотри на меня и про себя говори про себя. Да, мой господин? Я согласен, звучит страшно. Но! Патренер, попробуй! Ты почувствуешь одну вещь. Мужчины начнут рядом с тобой кайфовать. Нет, смотри, когда я что-то говорю, не надо делать так. Про себя всякую херню думай. Но показывай, что тебе нравится. Смотри, потому что, как у женщин происходит, короче. Сначала ты изображаешь, что тебе нравится. Потом так и приходит на самом деле. Мужчине не обязательно знать все нюансы, понимаете? Смотри, я показываю тебе всю свою подноготную. Вот она. Вот. Это то, что мне, то, что есть у меня, и я не лучше и не хуже. Мы все одинаково в одной лодке. У нас у всех есть хрень, которая нам мешает. И счастливы мы становимся не тогда, когда мы деньги зарабатываем, а когда мы вот от этого избавляемся. А избавляемся мы от этого за счет того, что мы развиваем вот то, что справа. Ты видишь это? Сколько тебе лет уже? Говори, мне можно. 43. Прекрасно. Я давно хочу вас брать деньги за пластическую операцию. То есть вместо пластической операции вы понимаете, что когда вы расслабляете свое лицо, вы молодеете лет на 15 сразу просто. Просто сразу. Потому что сок по березе потек снова. Потому что вся жизнь еще впереди. Потому что если ты здесь, то ты доросла до мысли о том, что ты хочешь быть иной. Единственный ключ это открытость. Это кокон, это очень важная вещь. Что такое кокон? Я вам расскажу, что такое кокон. Кокон это ваш друг, который вас сохранял в детстве. Кокон формируется как защитная, как защита от недостатка любви, которую мы испытали в детстве. И формируется кокон. Потому что если я, если меня, если я не чувствую избытка любви, если я не чувствую, что я нужен, ну, например, бывало такое, что меня забывали в детском саду. Вот, то есть, когда я сейчас об этом вспоминаю, мне кажется, что ничего, как бы, ну, нормально, прикольно даже. Но представляете, что чувствует ребенок, которому там три-четыре года. То есть, с одной стороны, это сформировало тучу крутых качеств у меня. Ну, например, я в детский сад ходил сам всегда. Мама в 18 лет мне сказала, что она каждый день за мной следила, да, ходил я или нет. Это очень мудрый поступок. Представляете, но я это проверить не могу, к сожалению, уже. Эту информацию. Может, она лжет, не знаю. Ну, думаю, не всегда она следила. Но это не важно. Вы понимаете, у меня были там люди, некоторых в 10 класс мама водила за ручку. Я в детский сад сам ходил. Что это сформировало во мне? Силу, самостоятельность, способность действовать, свою точку зрения. Но одновременно маленькому мальчику, то есть, и у тебя это сформировало в тебе хорошие качества, и в тебе есть прекрасные качества. У нас у всех, вы бы хотели чужие проблемы? Нет, нам свои устраивают. Никому не отдам. Правда. И был такой случай в детстве, когда мы на лето переезжали к бабушке с дедушкой. Жить там, ну, недалеко, минут 20 ходьбы на улице Николаева. Я был маленький, мне было месяцев 6, то есть, я ползал только. Там жила собака Рада, овчарка наша. Ей нельзя было заходить в комнату, там лежал такой ковер посередине. Она знала, что ей туда нельзя заходить. И, значит, бабушка, дедушка, мама были дома со мной. И как-то так сложилось, мама ушла, оставила на бабушку, бабушка оставила на дедушку. Дедушка пошел копать червей на рыбалку. И в итоге 6-летний ребенок остался один. Дома. С овчаркой. И, представляете, я вот эту собаку, настолько собак люблю всегда, вот просто с тобой. Представляете, мама приходит домой, посередине зала, на этом ковре, на котором нельзя. Прямо посередине лежит собака Рада. И по ней я просто ползаю у нее во рту, ковыряюсь у нее в ухе. Вот так вот. Она вот так вот сидит и что делает? Что она делает? Терпит. Почему? Потому что она поняла, что она осталась за главную. Понимаете? Пока нет взрослых, она поняла, что она ответственна. И вот наш кокон формируется по такому принципу. Можем ли мы обвинять собаку? Представляете, у вашего дома живет собака, и она не пускает никого. Это собака. Она вас охраняла, когда некому у вас было, когда вы были маленький, беззащитный. Эго формируется, как любовь к себе. Когда меня не любят, или я не чувствую достаточно любви. Хотя бы я сам себя буду любить. И так формируется эго, так формируется кокон, так формируется закрытость. Она у каждого своя. Но другое дело, что собаку пора отпустить. Вы выросли уже, вы не младенец, вы уже не слабый. Кокон нужен, чтобы обеспечить вам безопасность. Потому что, если бы у бабочки не было кокона, знаете, что будет, если кокон раскрыть у бабочки? Она умрет. Она умрет. Кокон должен вызреть, но одновременно не все бабочки вылетают из кокона. Ноги ссыхаются внутри. Но не все выходят. И то, если вы сегодня здесь, то вы поняли, что вам пора выйти из своего кокона. И ты вот, ты эту границу объективно ощущаешь. Ты ее и сейчас ощущаешь. Это вот, вот быть нелепой, смотри, вот смотри, реакция должна быть не такая, а такая. Да, мой господин. Да, мой господин, не закрывайся. Про себя. Давай. Кивай и сделай вид, что я тебе нравлюсь. Давай, что ты мне доверяешь. А теперь представь, какова будет твоя жизнь, если весь год ты будешь тренировать доверие, если ты будешь тренировать открытость, если ты будешь тренировать любовь. Уйдет твоя сила от этого, да или нет? Нет, она навсегда с тобой. Все хорошие качества останутся, но когда вы переходите на новый уровень, все то, что есть вы, переходит с вами на второй уровень. А уходит все, что не является вами. И надо дать возможность этому уйти. Потому что это то, что вам не нужно. Это просто вам мешает. Это не дает вам никакой выгоды уже. Это просто дорого в обслуживании. Это нужно каждый день тратить туда любовь, энергию. Понимаете, я пришел к парадоксальному выводу еще одному. Вот я вам говорил, что первое, мы все напрягаемся, мы напряжены, и это плохо. А второй вывод, я понял, очень интересный, мы к нему в конце перейдем. О том, что вообще любовь и счастье напрямую коррелируют с тем, сколько у нас энергии просто. Вот когда энергия в избытке, мы ощущаем это, как любовь внутри. Когда энергия в избытке. Но почему же у нас нет энергии в избытке? Потому что каждый день энергия идет на финансирование маски и кокона. Потому что кокон сохраняет, но это самая энергопотребляемая часть нашего тела. Наши страхи, наши комплексы, это самое дорогое в обслуживании. Каждый день требуется энергия на то, чтобы эту маску обеспечивать. Когда ее просто можно снять? Когда вы уже готовы к тому, чтобы ее снять? Да или нет? Да? Понимаешь, что такое не плевать в портал теперь? А? Что чувствуешь? Что сейчас чувствуешь? Какое чувство в тебе внутри сейчас? Скажи мне. Говори. Дай микрофончик. Что чувствуешь? Легкость. Нравится? Нравится. Ты понимаешь, что так может быть всегда? Вот вообще всегда. Если выберу, то да. А ты выберешь? Да. А? Да. Счастливаешь мне, что ты выберешь? Я приехала из Краснодара специально, чтобы... Вика, помни, я тебя требую только, я тебя требую только всего лишь тотального подчинения. Я шучу, шучу. Ну, в смысле? А, вот так. Помни об этом. Просто это твоя тренировка. Просто тебе нужно сфокусироваться на том, чтобы мужчины и женщины рядом с тобой чувствовали себя хорошо. А для этого надо быть слабыми и надо поддерживать. Просто проблема, когда вы не... Когда вы, когда люди рядом с вами не чувствуют себя хорошо, вы все несете на своих, сука, плечах. Это очень тяжело. Очень энергозатратно. Намного легче делать это в кайфе. над люди тогда кайфовать должны рядом с вами. Я понял в один момент времени, что я вообще не понимаю, как быть любящим. Вот вообще. Я никогда таким не был от рождения. Откуда у меня такой опыт? Первое, что я сделал, я прочитал определение в словаре. И сказал, что я год, я не знаю, но я буду изучать это качество со всех сторон. Я буду проходить тренинги, я буду читать книги по этой теме, я буду повышать свою экспертность в том, как быть любящим. И ты согласна, что сейчас вообще, вот я с тобой разговариваю, ты чувствуешь, что я любящий с тобой. Да или нет? Вика, чувствуешь это? А знаешь, почему? Потому что я это в себе выработал. Я таким не был. Посмотри мои видео пять лет назад. Я таким не был. Это все создается очень быстро. И это хорошая новость. но это может только если вы выберете. Каждый из вас. Но награда за это она очень большая. И вот возможность, то что мы Наташа я тоже говорил, что возможность есть только одна. Это не менять пазлик. Не менять там фитнес пойти или еще что-то. Это поменять картину целиком. Только тогда ваше тело включается. Ваше тело, ваша душа, она требует больших изменений. Чтобы многое в вашей жизни изменилось. Да или нет? Конечно. Сразу. А? Сразу. Ты должна смотри, вот Вика она понимает эту тему. Что все дело в том, чтобы принять внутри решение, что вы будете там. Вы не знаете как это будет. Вы не знаете что вас ждет в пути, но вы точно знаете, что вы выбираете быть там. И путь к этому он сразу простой очень становится. Сразу простой. Я вот вам даю механику. На метаморфозах мы пять дней прямо это прорабатываем. Метаморфозы стоят не самые большие деньги там, а 35 тысяч рублей. Ну, это не то, что невозможные вещи, понимаете? Вся методология. Да и сейчас то, что вы получаете, вы слышите, как это делается. Я же делюсь с вами методологией, да, этой. То есть, первое, мы определяем цель. В принципе, обо что ориентируемся. Второе, мы смотрим, какие качества вообще, как ты. Потому что, когда вы это увидите, вы поймете, что люди рядом с вами чувствуют. Это ладно, я один тебе дал обратную связь. Когда вы анализируете 20-30 человек, там статистика. Потому что, что мы делаем? Согласны, Вик? Обещаешь, ты изменишься? Улыбнись. Ты такая красивая, когда ты улыбаешься. Ты сразу начинаешь быть похожа на женщину, которая, как бы, сексуально привлекательна, понимаешь? Улыбки достаточно, чтобы захотеть женщину. Это важно. Я тебе точно говорю. Да? Молодец. Присаживайся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok